В Ангарске пятилетняя девочка осталась без присмотра взрослых и выпала из окна второго этажа. Сожитель матери не заметил, как она залезла на кухонное окно. Сейчас девочка находится в больнице. О том, как обезопасить ребенка в летнее время и можно ли избежать трагедии в родных стенах, расскажет Вероника Васильева. Мой дом, моя крепость. Каждый человек в родных стенах чувствует себя в безопасности. Но это не значит, что можно пренебрегать элементарными правилами. Особенно это касается детей. Лето – время жары и открытых окон, которые представляют угрозу для ребенка. Конечно, сейчас жарко. Люди, у которых не имеется возможности охлаждать свои жилые помещения при помощи, допустим, кондиционеров или вентиляторов, конечно, открывают окна и здесь запретить такое поведение мы, конечно, не можем. Просто нужно всегда помнить о том, что родительская ответственность заключается в первую очередь в обеспечении безопасности собственных детей. И если ребенок малолетний, то если окно открыто, пожалуйста, сделайте так, чтобы ребенок не находился один в жилом помещении, в котором открыты окна. Открывая окна, чтобы проверить помещение, многие не задумываются о том, что любознательный малыш легко может забраться на подоконник. Зачастую подобные случаи происходят с детьми от двух лет. Однако в Ангарском округе случилась трагедия и с подростком. В марте 17-летняя девушка решила перед сном проветрить комнату и встала на кровать, чтобы открыть окно. Одно неловкое движение, и она оказалась на улице. С начала этого года в Ангарске уже было три случая падения из окна. Традиционно падения из окна наступают конец апреля, начало мая, когда достаточно устанавливаются жаркие температуры, и люди все-таки спасаются от жары в своих квартирах. Тогда эта история актуальна. Но здесь был март месяц, что было не очень характерно. И еще один ребенок выпал из окна. Это также малолетний ребенок, четырехлетний малыш выпал из окна. Все по той же причине, не доклят со стороны своих родителей. Специалисты рекомендуют устанавливать на окна замки, которые позволяют фиксировать двери. Но трагедии с детьми можно избежать и другими способами. Не оставлять открытыми окна и балконы. Убирать предметы мебели, с помощью которых ребенок сможет забраться на подоконник. Вероника Васильева, Александр Черник. Местное время.